Позвучал швисток. Лобейгес выигрывает верховой мяч. Спину Лобейгес отбивал как раз. Горбовенко Иван-то этого не видел на самом деле, потому что тоже вел борьбу за этот верховой мяч. Карпук вбрасывает на Ифанова. Горбовенко. Сыграл правее. Неплохая попытка ударить у Отрадного. Сейчас была... Давыдов. Найфанова. Лобейгес. Лобейгес. Каденский. Горбовенко. Интересная передача на отходе. Удается ему на Русалим. А вот Евгений ударить не смог. Так, чтобы, я бы сказал, доставить проблему для Карпука. Маковей. Маковей придерживает мяч. Ифанов на Лобейгеса. Снова Ифанов. Старался топорно пробраться к воротам. Перехват от Отрадного. Каденский направо пытается догнать, не догоняет этот мяч. Через чур сильная передача. Да, 35 минут. Ты для тебя играешь, ножки прячешь. Видишь, как они хуярят? Давайте тоже вставляй чуть-чуть. Усалим. Хороший момент для удара. Возможно, если бы немножечко раньше пробивал, было бы интереснее. Но пробить раньше не смог. Усалим. Карпук берет мяч в руки, ищет, куда вбросить. Решается на вброс на Макове. Усалим. Ифанов. Играет на Лобейгеса. Вот никуда. Передача в никуда. Гробовенко отдал неплохой ассист. А вот тут уже удар выше ворот, выше второго этажа, второго яруса, будем так озвучивать. Давыдов. Ифанов обработал мяч с отходом. Сыграл очень неплохо на Лобейгеса. Но от Лобейгеса либо нужно заканчивать такие эпизоды ударом, либо играть в пас уже после разворота. Но видим, что остановиться не смог. Гробовенко на Каденского. Русалим. Снова Каденский. Много сумбура было и борьбы сейчас. Олд Фрэнс. Попытка Лобейгеса сыграть на своих не получается. Не удается обезвреживать атаки от Радного сегодня просто для Олд Фрэнс. И все же я считаю, что это наличие того, что нет игрока Саржинского и нету Вадимеденко. Эти футболисты могут начинать классно атаковать. Они играют стоят именно в задней линии, именно в обороне. А вот как раз Сыфанов, Павленко играют в атакующем. Футбол, еще и Искок там уже нет. Ну, сегодня, как я мог забыть про Искру-то. Каденский. Дают ему пройти коридор такой, как бы, не закрывающийся попадает Антон. А вот дальше уже Искру-то вовремя подключается для отбора. Шевчук, Павел. Чайка, Евгений. На Горбовенко. Искру-то вовремя подключается для отбора. Искру-то вовремя подключается для отбора. Попробуем. Искру-то вовремя подключается для отбора. Ифанов. Покатило. Карпок. Чайка, Евгений, обработал мяч. Горбовенко, Чайка. Ходенский Вот стояли В этой атаке Харпуг бросают на Павленко Лобекис Придержал мяч, сыграл Ифанова Покатило рядом, слишком тесно друг к другу Футболиста располагается Навыдно здесь вратарь играет И, по-моему, сохраняет в пределах поля мяч Гробовенко 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 на Шевчука Павла Едва ли не гол И таки гол Забивает Чайка Евгений на 28-й минуте Гробовенко Гробовенко Сочетал Забудь Гробовенко Гробовенко Субтитры делал DimaTorzok Чайка играет на Горбовенко Иван отыгрывает на Шевчука Павла Шевчук играет правее Мартин догоняет мяч, но просто убегает в аут Едва ли не снес судью там, честно говоря Иванов с Горбовенко Иван находит возможность отдать передачу креативно Играет далее на Шевчука Карпук перед собой отбивает Муговой удар Ребята, давайте посерьезне Играет полтора тайма Мартин на Горбовенко Горбовенко навешивает Шевчук Павел Павленко Мартин Ифанов неплохо Павленко опередил А вот не ждал передачи Ифанов Повторной И опять же слабая передача По-моему усталость уже Русалим разгоняет атаку Шевчук Павел Чайка Евгений Нарусалима Карпук ищет куда вбросить Достает мяч Павленко Вот как сейчас будет с ним действовать Ну жестковато, как по мне Передача на Макавея Думаю, что обработать ему было бы непросто Достает пас Павленко Сильный удар на Ифанова Врата там, где нужно На правильной позиции, будем так говорить Где мяч может просочиться и залететь в ворот Локтями отбил Карпук на вынос Русалим на Чайку Евгений снова на Русалима играет Павленко на Маковея Маковея на Лобейкеса Снова Маковей Лобейкес Перепасовывается у Фрэнс И стоит сказать, что Чуточку им легче сейчас играть Потому что как-то они Хоть и проиграют с большим счетом Но игра потихоньку налаживается Такое впечатление, что подстраивается под то, что Нету основных определенных футболистов Атакующего плана И вот пытаются выстроить, склеить Игру с передачами Но вот сейчас открылись Открылись слишком откровенно Это должен быть гол И это гол Шепчук Павел Еще один мяч За команду от Радны Ребят, замену надо делать там Выходи отсюда ушел Нельзя там уходить Нельзя там уходить Лифанов Карпук Братство, далеко на этот раз точно Ну, неплохо пробил Но переиграть не смог Терп neurotoxи Терпramento Так подрозни, побежать Чужие Ирины не показывают Жужие Слева Нельзя там Переду Не идёт поворотов, не идёт, осторожно, осторожно. Лоббейки Стамповленко чудным образом сыграно. Вифанов, Маковий на Карпука. Мартин придерживает мяч, играет на Каденского. Павленко первый. Хороший отбор от Евгения, хоть и грязноват был в этом эпизоде. Думаю, что Павленко так посмотрел на судью с намеком на то, что не сильно ли переборщил. Вифанов. Ищет от Рады, как действовать, чтобы ещё и пятый к тому же забить. Дальний заброс, Павленко обработал. Мартин. Павленко сыграл на Маковее. Ну, хорошая зона для ворот. Нужно хитрее здесь пробить. Отворачивается и вратарь, и все. Но, как мы видим, этого недостаточно. Харпук не даёт тебя переиграть в этом эпизоде. Время, Ваня, 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 Ваня. Вербовенко, головой на центр, Русалим, Новый Русалим, Каденский. Ну и 3,5 минуты у нас до завершения матча. 4-0 более чем убедительная победа от Радного. И Финтита Вербовенко, Иван, добивает мяч Маковей. Карпук. Ефанов. И какой момент. Головой-то ведь неплохо сыграл. Давыдов борется в отборе. Горобовенко, Финтит. Раскачал такие лобейки, снова Давыдов вовремя оказался на подхвате, будем так говорить. Даль-даль-даль. Поддерживает мяч и фанов. Чепчук Павел. Жабовенко. Финтит играет на чайку. Евгений Фалид. Ой, Финтит. Прошу прощения за оговорку столь смешную. Каденский тоже переступами попробовал действовать. Отдал такие передачи. Очень было это милко, но красиво. Харпук Найфанова. Давыдов. Отворот. Гробовенко. Навешивает на чайку мяч. Чудным образом остается в зоне пределов поля. Придерживает мяч Евгений. Финтит. Гробовенко. Снова Гробовенко на Каденского. Чайка. Каденский. Хороший плотный удар. Ну тут на вынос действует. Олд Фрэнс. Мог бы быть безумно интересный матч, если бы 2-3 футболиста от Олд Фрэнса были в сборе. Гробовенко. Гробовенко играет на чайку. Ну здесь мяч. Можно так сказать, не завершается голом. Но у нас просто считанные секунды. До свистка. 4-0. Финальный итог. Финальный счет. Выигрывает команда Отрадной. С чем мы ее и поздравляем. Поехали.